Я очень плохо пою, поэтому уберите детей и беременных женщин от экранов, будя таковые окажутся рядом. Итак, и две тысячи лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Звезда по имени Солнце. Замечательное произведение прекрасного русско-корейского, русского певца Виктора Цоя и талантливейшего человека. И какие-то вещи в этом произведении, какие-то слова и утверждения перекликаются, они словно бы вечные, они перекликаются с реальностью. Но есть моменты, не соответствующие дню сегодняшнему. Боевые действия сегодня вовлекают мужчин среднего и старшего возраста, исполненных морщинами. Такая вот история. И много всего еще происходит, к этому мы немного позже вернемся. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что произошла массовая атака дронов на жилые дома людей. Сразу в нескольких местах Белгородчины поселок Октябрьский, село Новопетровка, Валуйского городского округа, Муром Шебекинского района. Везде эти гадские дроны прилетают в жилые дома. Есть раненые, пострадавшие, страдает имущество людей, гнило, мерзко и погано. Что ж, между тем, Волгоград онлайн v1.ru описывает жуткую историю, которая произошла 12 июля в хуторе Угольском Серафимовического района Волгоградской области. Там случилась жуткая мерзкая история. Где-то в одном доме праздновала компания, выпивала музыка и гуляли дети. Говорят, дети от 7 до 13 лет, у них была музыкальная колонка, они включили музыку, ходили, слушали эту музыку. Потом кто-то выскочил из дома, где гуляли, и начал стрелять. И один ребенок получил пулевое сквозное ранение в ногу. Редакция Волгоград онлайн располагает прямой речью людей, родственники пострадавшего мальчика, которые говорят, что речь идет о доме, в котором находился действующий доброволец, контрактник. Как вы сами понимаете, чего и кого. Что ж, стрельбы было много, на месте были найдены гильзы от пистолета Макарова и от некоего карабина. В итоге полиция задержала стрелка, и все это передали в военную прокуратуру. Такая вот история. Что ж, что тут можно сказать? Будьте осторожны, люди добрые, не гуляйте, где попало. И если где-то люди выпивают, проходите подальше мимо этого места и деткам своим накажите. Что тут сказать? Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами снова я, Захарыч Блаженный. И, честно сказать, не думал, что сейчас пойду сниму видео. Настроение поганое мне. Человек из прошлого начал писать о мерзительной гадости. Лезут и лезут. Такие вот погонь, действительно погонь. Лезут. Я вот не лезу, а ко мне лезут. Пишут. Знаю ведь, что мне просто само появление их неприятное, отвратительно. Но да не важно. Но увидел я тут новость про Артура Смольянинова, известного актера, к которому пристало быдло из России в Берлине. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Во-первых, в строках там же ссылки на два телеграм-канала и второй ютуб-канал. Если пожелаете подписаться, буду вам признателен. И честно вам сказать, мне творчество всех этих кинодеятелей современной России, мягко говоря, не нравится. Оно вызывает у меня глубокое отвращение. Этот фильм «Девятая рота», который там про войну в Афганистане снят, показывает какое-то отвращение, одновременно некий героизм и так далее. И все на самом деле наоборот. Это показывает ситуации, которых быть не могло. Никто бы не выдал пулемет с кривым стволом. Начнем с этого. Добавим, что стволы на пулеметах меняются, да. Но, очевидно, создатели этого опуса ДЭИ не знали про эту историю. Добавлю также, что ограниченный контингент советских войск в Афганистане был офигительно оснащен. Их хорошо кормили, туда набирали лучших из лучших. И такого откровенного трэша и позорища, которые прям рисуют и описывают, там не было и быть не могло. Фильм отвратительный. Я его посмотрел и больше смотреть не стал. Об актере, ну, какой впечатлил? Но он актер, он не автор же этого фильма. Но актер снялся, актер как мог снялся. Актер затем делал какие-то высказывания, свое отношение к тем или иным событиям. Я, честно говоря, молчу. Молчу, потому что я нахожусь в клептосе. В клептосе зловоннейшем. И бывшим некогда Москвой. Нет, Москва еще есть. А ее такой кляксой накрыл клептос отвратительный. И в этот клептос съезжаются дети практически евгеники не только всей России, матушки, но и всего мира. И собираются здесь далеко не факт, что по признаку достойнейших. Скорее, думаю, наоборот, те, кто ходят по трупам, что ли. Нет, не все. Есть и хорошие люди. Ну уж прям такой отжим идет, отжим идет. И вот я вижу... Вначале я увидел это в Яндекс.Дзене. Нет, я на этой платформе форшмачиться не буду. Где какой-то... Ну вот мужчина, явно невоспитанный, такой, видимо, он такой крепкий, там, и хамит актеру Артуру Смольянинову. Или, прошу прощения, Смольянин, Смольянинов все-таки, мне кажется, ударение. Я боюсь ошибиться. И говорит ему, угрожает ему мужским изнасилованием. Говорит, что плюнул бы. Что-то там еще, говорит, порвет на части. То есть он, фактически, этот автор видео совершает целый ряд преступлений. Угрозы физической расправы, угрозы изнасилования. И, помимо этого, ведет себя, ну, просто как быдло. Как быдло ведет себя. Однако, издание «Известия» это дерьмо охотно публикует. И ряд других изданий тоже. Это преподносится, как некий акт, исполненный героизма. Так вот, уважаемые зрители, когда вы кидаетесь грязью в тех, кто по каким-то причинам уехал, вы грязь эту швыряете в себя. До них она вряд ли долетит. Да, этот автор видео своими он не назвал. И свое вот этот фасадо, лицом это не хочу называть, он не продемонстрировал. Стыдобушки, стесняшки. А что же вы так-то, а, автор? Угрожали мужским изнасилованием. Вы, наверное, гей? Латентный? Латентный это значит скрытый. Нет, вряд ли. Повторюсь к актеру Артуру Смоленинову. Я не испытывал никаких супер положительных чувств. Я с ним не знаком. И фильм этот «Девятая рота», в котором я его увидел, мне этот фильм показался лживым, гнусным, омерзительным и порочащим облик советской армии, которая была на самом деле, на тот момент начала войны в Афганистане, самой мощной военной силой на планете. И там действительно, это была армия. И тут вот такое вот «но». Когда я вот это вот вижу, вот это. А главное, этот вот «патриот» в кавычках поехал в Берлин. А он футбольный фанат. Поехал он на футбольный матч. И все у него зашибись. Есть такие, знаете, вот я верю в патриотизм тех, у кого реально нет денег, кто реально в тяжелом состоянии и все равно продолжает лебить Родину. Вот это патриоты. А когда ездят по Берлинам, и там потом это начинает... Бомжевать, сказал он, будешь. Ты здесь бомжуешь. И так далее. И угрозы, 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 угрозы. Какая же болевотная, поганая пустота в этих, простите, уебищных, омерзительных подобиях людей. Двуногих быдле, быдле. У поляков быдло – это скот, значит. Очевидно, так оно и есть. Зачем он это сказал? Зачем он к нему полез? Зачем? Почему? Если человеку плохо, прибавить ему зла, показать свой богатый внутренний мир. И ведь сколько таких? Понимаете, уехало очень много людей воспитанных, приличных, разнообразных. Нет, всяких. Но большинство из них имели и имеют образование. Они уже не здесь. А быдло – здесь. А быдло – здесь. И честно вам скажу, в том, что касается этнической замены и всего такого прочего, я смотрю, вот многие из приехавших иностранцев, людей других земель, они ведут себя не в пример приличней, не в пример красивей и достойней. Понимаете? Такие вот мысли, такие вот истории посещают меня эти мысли. Я на самом деле, я не слышал, не читал высказывания Артура Смолянинова о России. Если он хаял Родину, то пошел он в одно место. Я не думаю, что он ругал саму Россию, матушку. Я Россию люблю, я не люблю, очень не люблю, испытываю глубокое, знаете, отвращение к быдлу. Вот к быдлу я испытываю отвращение искреннее, глубокое, настоящее, неподдельное. И ужас в том, что сейчас этого быдла здесь все больше и больше, дорогие друзья. Что ж, добавлю, что интересный момент, что имам Казанской мечети Ирек, Тимур Камаев, рассказал верующим, как правильно с исламской точки зрения, в кавычках, побивать жен. Что ж, ну, в кавычках, да, жизнь продолжается, но почему-то у меня такое ощущение, что катится она прямиком в ад, в преисподнюю. И, честно говоря, я вот смотрю на двуногих и понимаю, что с кошкой мне лучше. Кошка, она искренняя, кошка, она хорошая. Что ж, друзья, подписывайтесь или отписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, какие захотите. А если решите поддержать мою развлекательную деятельность, загляните в описание. Пожалуйста, не будьте буйдлом, пожалуйста, читайте книги, не будьте скотом. Но, к сожалению, так много скота. И скот этот, как правило, ездит, простите, повторю это слово, уебища. Ездит на дорогих автомобилях, с кучей денег, обличены властью. Так что легко догадаться, как они по этому пути поднялись. Благодаря своей скотской животной внутренности. Вот как-то так. Что же касается актера Смоленинова, я считаю, что каждый человек имеет право, во-первых, на свое мнение. Во-вторых, каждый человек имеет право жить с прямой спиной. А быдло будет угрожать гомосексуальным изнасилованием. И это опубликует известия, дзен и прочий фикинг. Когда вы какаете и кидаетесь какашками, вы очень похожи на краснозадых макак-резусов, кои обитают в том числе и в прекрасном московском зоопарке. Не видите? Не верите? Сходите, посмотрите. Добавлю еще, что в космосе нет понятий верх и низ, но на планете Земля на этой грешной они есть. И когда вы плюете вверх или кидаетесь какашками, не удивляйтесь, если порой это будет возвращаться на вас. Но это участь быдла. Приличный человек не будет так злословить, не будет это говорить и не будет переходить на личности. Ах, какая мерзость, какая мерзость. Я, к слову, не удивлюсь, если это... Ну ладно, ну ладно. Не стоит искать конспирологию там, где просто набросано много дерьма. Ах, какая мерзость.